Николай Андреевич Рощин родом из Переволодского района. Великая Отечественная война застала его в 19 лет. Тогда еще юнцом он был призван в ряды Красной Армии и воевал в составе 3-го полка 1-й гвардейской воздушно-десантной стрелковой дивизии. Наконец загудел паровоз отправления. Вот тут, что было страсти. Мать ей говорит, ну иди садись в вагон. Вот я пошел, а мать у меня повернула, да, она посмотрела, я в вагон зашел, повернула и пошла потихоньку. Только сказала она последнее, слушай, что тебе отец сказал. Николай Андреевич участвовал в боях на северо-западном и втором украинском фронтах. Дважды был ранен. За отвагу и мужество, проявленные во время форсирования реки Тисы при освобождении Венгрии, он был удостоен звания Герой Советского Союза. За всю историю такие высокие государственные награды в Оренбуржье получили только 165 человек. Получить звание Героя, не имея офицерского звания, в годы Великой Отечественной войны, это нужно было совершить исключительный подвиг. Когда те, которые работали с ним 40 лет, бок о бок, просто признавали, что не знали, что он Герой Советского Союза. Ну, что быть выше и скромнее человека, которого мы вчера проводили. Когда они были в Одесской области, есть такой городишко Котовск, их задача была взорвать склад с авиагорючим. Они увидели, что охраняет этот склад румыны, но румыны – старики, которых мобилизовали. Командир дал команду всех их согнать в землянку, и после этого они взорвали склады и ушли. То есть они практически лишней крови не проливали. Кроме золотой звезды Николаю Андреевичу присвоенный орден Отечественной войны первой степени, медаль за отвагу и ряд других высоких наград. Он почетный гражданин Оренбурга. Около 40 лет проработал старшим мастером на машиностроительном заводе. Это воспоминания Николая Андреевича Рущина. Он рассказывал нам всю свою историю, полностью, как родился и до конца. Мы это выпускали, но сейчас, я думаю, мы еще выпустим. Эта память всегда будет. Николай Андреевич всегда в нашей памяти. Мы это не забудем и будем детям все это рассказывать, доносить до всего населения. Прощание с Николаем Андреевичем прошло 30 октября. Он был последним из героев Советского Союза, проживавших в Оренбурге. Гульнар Довлеталинова, Ольга Замятина, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.